Добрый день, дорогие друзья! Категорически вас всех приветствую! Ну вот, можете видеть, когда хотите. За целый день собрали тысячу лайков. Просто молодцы! Именно поэтому Аркадий выполняет свое второе обещание. И сегодня вы увидите топ выживших в игре Identity 5. Напоминаю, ребята, что этот топ сугубо субъективный. И он основан только на моем личном мнении и на моем опыте. И этот топ сугубо рассчитан на командную игру, а не на соло. Поэтому делайте свои выводы и слушайте, что посоветует вам господин Аркадий. Начнем, конечно же, с самого низа. И это класс С. Самые плохие выжившие, которых пикать просто нельзя и никогда. В этот список попали два выживших. Это Садовница и это Адвокат. Садовница здесь попала потому, что до сих пор ее никак не реворкнут, а ее спецспособность по ломанию кресел, ну, просто бесполезна. Каких-то особо приятных перков нет, а увеличенное сидение на кресле, ну, тоже такая себе способность. Адвокат вообще был создан как персонаж для новичков, а его предмет карта нужна только во время выхода новых карт для их изучения. И в принципе все. Дальше быстренько переходим в класс Б. В классе Б находятся достаточно слабые сурвы по своей механике. Чаще всего они имеют штраф декодингу, потому что чаще всего, если у персонажа имеется штраф декодингу, то он автоматически становится достаточно слабым. Но не всегда. Давайте пойдем по списку. Открывает это место Доктор. Да, Доктор достаточно приятный сурв для игры, для новичков. К тому же он бесплатный, может заниматься самохилингом, но по факту замедленное перелазивание через окна, отсутствие каких-то бафов на декодинг и делает особо неинтересным этим сурвовым. Да, он неплохо работает в комбинации вместе со сожрицей, но по факту это больше раздражающий сурв, чем какой-то интересный. Играть можно, но особо задрачивать я вам его не советую. Дальше идет Танцовщица. Танцовщица, персонаж для early game, пока все сурвы живы, то есть пока у нее не работает дебаф на дополнительное время перелазивания через окна, а раньше это еще и работало на декодинг, и плюс у нее есть сам штраф к декодингу. Вроде бы прикольно то, что она имеет дополнительное ускорение от падения, но по факту ничего интересного. Имеется три музыкальные шкатулки, которые тоже не особо интересны, помогут только во время для замедления сурва, когда он за вами гонится, но по факту я бы не сказал то, что это интересный сурв. Дальше сюда спустилась координаторша. Почему именно в ранг B? Раньше ее использовали для спасения сурвов, но сейчас есть другие сурвы, которые делают это гораздо лучше, и при этом не имеют штраф на декодинг, если кто-то сидит на кресле. Вот и все. То есть просто этот персонаж там не настолько актуален, и поэтому брать его сейчас это, ну, в принципе, особо себя не уважать. Поэтому координатор остается в ранге B. Ковбой. Это замечательный мачо, частенько попадает во всякие WTF moments за счет своего лассо, но по факту остается таким же бесполезным персонажем. Да, теперь лассо может прикрепляться к сурву, либо же к маньяку, и вы теперь можете делать прикольные кульбиты через маньяков, но как бы неинтересно. Да, вы можете спасти шариков красиво, но по факту это не настолько интересно, насколько могут другие сурвы. Поэтому, ковбой, ты у нас остаешься в ранге B. Дальше идет Вор. Вор достаточно прикольный персонаж с тем, что он умеет ускоренно перелазить через объект, но на этом его плюшки и заканчиваются. Его базовый предмет фонарик так вообще бесполезен в игре, и по факту им можно пользоваться только на ранних стадиях игры, когда у вас еще не куплены персонажи. Поэтому, к сожалению, Вор в классе B. Explorer, несмотря на его реворк, все-таки, конечно, он стал немножечко повыше, он вылез из класса C, но остался на классе B, потому что его карточки вроде бы прикольны, то что они могут завести целую машинку, но затраты времени на этот поиск, этих записок, слишком велик, и делает не особо интересный момент их поиска. Если бы давали больше, то это было бы, наверное, четня. И поэтому, если вы любите постелсить, то, возможно, да, но по факту это будет просто потерянное время. Поэтому, к сожалению, как и предыдущие сурвы, Explorer, ты у нас остаешься в классе B. Бальзамировщик. Ох уж эта головная боль. Многие считают, что бальзамировщик силен тем, что он максимально быстро может спасать других сурвов с кресла, а по факту он чаще всего просто ускоряет смерть своих союзников. Моментальное спасение. Маньяк просто приходит к этому гробу и сразу же дает ему хит. И, в принципе, все. То есть, его он сразу же сажает дальше, обратно на кресло. Поэтому его спецобилка достаточно неинтересная, а дебафы, которые он имеет под собой, ну, тоже ничего интересного нет. Поэтому, к сожалению, Embalmer в классе B. Акробат. Да, к сожалению, Акробат у нас остается в классе B. Не особо интересный сурв получился. Вроде бы была интересная задумка с прыжками, с интересными шариками, но по факту в самой игре это никому не нужно. Да, вы можете настакать еще три дополнительных шарика, которые могут замедлить маньяка, могут отключить ему спецобилки. Но кому это надо? Кому вообще нужен этот сурв? Извини, Акробат, ты у нас останешься в классе B. Дальше у нас идет Лаки Гай. Лаки Гай замечательный персонаж для новичков, потому что не имеет каких-то особых бафов, не имеет каких-то особо дебафов. Но именно как раз таки это и становится его слабостью. Да, вы можете выбрать какой-нибудь прикольный предмет и сработать знаменитой гейской тактикой, когда вы выбираете себе тулбокс и начинаете ломать кресло. Но это такая фановая тактика, которая чаще всего какого-то профита вам не принесет. Поэтому, к сожалению, как обычно, Лаки Гай остается в B-ранге. Ну и заключительный сурв ранга B это Дикарь. Вроде бы задумка была хорошей, достаточно быстрый сурв, который очень быстро бегает, который может спасать других сурвов-шариков, бегать на кабанчике, перелазить через какие-то дополнительные объекты, заглушать слух маньяка. А по факту мы получили просто бесполезного сурва, который бегает рядом с маньяком, получает несколько хитов и убегает. При этом имеет огромнейший, самый большой в нашей игре штраф на декодинг. Ну, кроме как механика, но у нее он стакующийся. Поэтому, нет, к сожалению, Дикарь остается, если он только начал у нас в ранге B. Слава богу, не ранг C, поэтому можете сказать за это мне спасибо. Теперь мы с вами переходим в ранг А. В ранге А находятся хорошие сурвы, которых можно использовать почти в любой ситуации. Они очень хорошо показывают себя, хорошо декодят, хорошо спасают. Поэтому прям топчики-топчики. Начнем мы с мага. Маг достаточно давно находится в игре. Единственная его проблема, это то, что его очень долго спасать с кресла. То есть там двоекратное время его спасения. Имеет двое волшебные палочки, которые неплохо позволяют вам убегать. При этом можно блокировать проход с собою. То есть очень прикольная вещь. При этом еще если маньяк попадает по вашей копии, он не настакивает свое присутствие. Что тоже делает достаточно приятным игру за него. Можно научиться вставать посередине палетки. Именно закрывать своим клоном. И после этого обязательно накидывать на маньяка палетку. Ну это при желании. В общем, открывает наш класс А. Это волшебник. Дальше у нас идет слепая девочка. Очень хороший заводчик с большим бонусом к декодингу. Но из минусов слабое перелазение через окна и слабый вид. С другой стороны и есть также удар палочки, который подсвечивает нам маньяка. Все бы хорошо, но к сожалению, вот и как раз таки из-за этой палочки маньяки очень часто быстро находят слепую. И начинают гнаться за нею. А так как перелазим мы медленно, то особо сильно надежды на убегание у нас нет. Только если мы будем пользоваться своим зрением. И будем просто предсказывать, куда он побежит, чтобы за стенками можно было мансить. Но так или иначе, иногда этого сурва можно встретить в игре. И поэтому слепая в ранге А. Форвард. Наш любимый футболист. Раньше был эстировый сурв, но теперь немножечко стал пониже, потому что появились другие сурвы, которые спасают лучше форварда. Форвард все также замечательно ударяет маньяков по стенам, заставляет их выпускать сурвов с шариков, спасает их и делает всякие плохие вещи. Да, имеет большой штраф к деконингу, но заменяет это тем, что просто мастерски может спасать сурвов. Поэтому, к сожалению, не класс С, а всего лишь класс А. Но я считаю, что это неплохое место для форварда. Дальше у нас идет энчантрас. Энчантрас совсем чуточку не дотягивает до класса С. К сожалению, уж больно и долго теперь надо настакивать ее оглушение для большого оглушения, а мелкими оглушениями они теперь были пофикшены. То, что они срабатывают не моментально, и чаще всего маньяки просто успевают сбросить со своих шариков сурвов. Ну, она все так же является раздражающим персонажем со своими маленькими станами, что позволяет ей неплохо кайтиться. Поэтому энчантрас поздравляю с классом А. Ну и заканчивает класс А жрица. Вроде бы ее немножечко понерфили тем, что через маленькие порталы теперь могут проходить маньяки. Но с другой стороны, теперь у нас нет лимита в 10 штук порталов на всю игру. Тем более повысили скорость декодинга, повысили скорость переладения, что сделало ее немножечко более играбельно. Да, тем более на некоторых картах ее можно неплохо так обузить. Поэтому Пристос у нас остается в ранге А. А теперь класс С. Самые раздражающие, самые крутые сурвы, которые в данный момент и есть в игре Identity 5. Начнем с наемника, с Мерсенери. Этот сурв на настоящий момент является просто адской головой болью всех маньяков за счет того, что удары по нему наносятся не моментально. А раньше, да, как-то не особо сильно на это обращали внимание, но теперь это просто топовый спасатель, который может спасти любого сурва и после этого еще неплохо так убежать куда-нибудь в сторону. Поэтому С-спасатель это у нас Мерк. Дальше у нас идет еще один спасатель, это Проспектор. Проспектор тоже неплохо так спасает за счет своих магнитов, которыми он раскидывается всюду и неплохо так может оглушать других маньяков. Ну, и либо же сурвов, если они неаккуратно забегут в магнитные резонансы. Ну, в общем, ничего особенного он себе не представляет, но вот эти вот магниты просто могут адски забомбить любого маньяка. Плюс к тому же получает неплохое ускорение при беге рядом с машинками, либо же ящиками, небольшой штраф деконингу и ускоренная самохил. В общем, классный сурв, который неплохо так спасает. Обязательно к использованию. А дальше у нас идут нейтральные персонажи, те, которые замечательно декодят, могут спасать, в общем, выполняют все роли. Открывает этот список моя любимая парфюмерша. Как был сурв хорош, так с хорошим и остался. Трижды может избежать удара маньяка за счет своего парфюма. Ну, и не имеет каких-то штрафов к декодингу, либо к перелазиванию. Просто любимый персонаж. Пророк, либо же в простонародье Исир, при помощи своей вороны, может заблокировать одну единицу урона на любом сурве. Это как раз таки делает его очень сильным. То есть вы можете, находясь на другой стороне карты, просто помочь своему мансеру, который получит сову и сможет убежать еще немножечко подальше. Настакать вторую сову получается очень редко, но в любом случае, одна сова на игру, это чаще всего бывает достаточно. Ну и последний в классе С, это у нас Механик. Причем Механик в настоящий момент чаще всего работает не как заводчик, а как спасатель. Механик, как же он это делает? За счет того, что кукла стоит, декодирует, а сам Механик спокойно бежит, спасая другого сурва. Именно поэтому сейчас Механик как раз таки и рассматривается как С-тировый сурв. За счет своей многофункциональности. Можно спасти, можно декодировать, даже если вас поймали, вы все равно будете декодировать. К тому же приятный бонус декодирования для всей команды. Ну вот, вот такой вот топ сурвов получился у господина Аркадия. Как обычно, вы можете быть с ним не согласны. Я уже готов читать огромные столбы текста по поводу того, что тот сурв должен быть там, тот будет должен там. Но я к этому уже привык. Поэтому, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вам понравилось. Приходите на наши стримы, смотрите наши видео. Ну а с вами был Аркадий Толкенвейд. Всем большое спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok